Не просто футбольный матч, не просто Динамо с ЦСКА посмотрим. У нас сегодня наконец-то свершилось. Наконец-то после того, как мы проиграли Динамо, Спартаку и ЦСКА, набрали три очка с торпедой и одну очку с Уралом, решили все-таки, что нужен главный тренер команде и назначили Галактионова. Вчера он ушел из Нижнего Новгорода официально. И сегодня уже точно так же официально был назначен в Локомотив. Причем, наверное, можно порадоваться, потому что других вариантов, судя по всему, Локомотива в принципе не было на карандаше. И есть ощущение, что после иностранных тренеров руководство Локомотива решило прийти к русским тренерам. Ну а из русских тренеров в принципе, в принципе, если отсекаем Юрия Семина, все остальное это равная степень равная степень рандомности. Попадешь, не попадешь, удастся, не удастся и как болельщики отнесутся. Ну, я имею в виду из доступных. Понятное дело, что можно взять какого-нибудь там Симака Федотова, и это было бы чуть получше, чем Галактионов. Но в остальном, ну, разные сорта шоколада, скажем так. Вот. Ну, слушайте, слушайте. Я все-таки рад, наверное, что это случилось. Я после вчерашнего матча очень долго еще бомбил, реально бомбил. Не было у меня такого бомбежа, например, после матча с Уралом, или после матча с ЦСКА, после матча с Динамо. Ну, типа, ну, сыграли, сыграли, проиграли, там, ничью сыграли. Окей. Да, такова сила нынешнего локомотива с нынешним тренером. Но вчерашний матч меня просто выбесил тем, как мы провели первый тайм, как мы провели второй тайм, как можно было провести, собственно, все эти оба тайма. Вот. И, ну, выбор состава, выбор плана на игру, потом после матчевой пресс-конференции заявление Сидора о том, что его оставили в Москве по решению руководства, а не по травме. И это просто сумасшествие какое-то, как можно. Ладно, Педриньо можно как-то... Да, он еще не влился в состав, но как можно было оставить и Сидора, который хоть как-то что-то где-то играет, цепляется за мячи, может быть, там пенальти заработает, на скорости убежит. Я вообще не понимаю, но это просто... Просто реально выбесило. Вот вчера сидел и бомбил до... до ночи. Вот. Так что не хочу вообще ни капельки, не хочу даже секунды видеть Андрея Федорова где угодно, хотя появилась новость от комментариев Юрия Нагорных о том, что очень благодарны Андрею Федорову и назначат его... ну, подыщут ему какую-нибудь должность в клубе. God, please, no. Максимально хочу видеть этого человека далеко от Локомотива после развала Казанки и после того, как я в двух матчах, в двух дерби испытывал за Локомотив жесткий стыд. Дальше, дальше. Галактионов вчера ушел и объявили о том, что ушел он вместе с тренерским штабом, так что приходит Галактионов, скорее всего, вероятно, не один. Пока объявили только о Галактионове, но, вероятнее всего, он придет вместе с тренером по физподготовке и с тренером-аналитиком, так сказать. Возможно, возможно... А, еще помощник тренера, еще Олег Левин тоже покидает. Олега Левина знаю хорошо, он работал в московском футболе очень долго. И толковый специалист, точно, совершенно. Остается Галактионов при этом в штабе молодежной сборной России. Я думаю, что Локомотив вообще нисколько не возражал против этого решения. Наоборот, Локомотиву, наверное, есть определенный резон от того, что главный тренер команды работает в молодежной сборной, и, соответственно, имеет какое-то влияние, смотрит на молодых ребят в действии и может кого-то посоветовать рассказать, кого надо брать, кого не надо брать. И этим самым игрокам тоже может, там, не знаю, какой-то предварительный вопрос задать, хотите ли вы, хотите ли вы перейти там в Локомотив, есть такая маза, возможности, все такое. Посмотрим, посмотрим. Давайте пару слов непосредственно у Галактионови уже говорил, но теперь есть повод рассказать о нем еще раз и рассказать о нем, может быть, поподробнее, может быть, ваше мнение, какие у вас есть мнения от Галактионов. Потому что последние два матча Галактионов выиграл довольно уверенно и над не самыми слабыми соперниками были одержаны эти победы. Так что, ну, может быть, не все так плохо, как я раньше думал. Потому что, по мне, Галактионов не имеет никакого опыта по поводу, ну, в взрослом футболе. Он фактически провел только вот эти 17 туров, плюс 7, по-моему, туров за Ахмат. То есть меньше сезона у него опыт в профессиональном футболе. Для меня это маловато. И при этом, ну, Нижний Новгород до последних двух туров, если брать именно первый круг, ну, показал довольно плачевный результат. Он был ниже, чем Нижний Новгород Киржакова. При том, что состав нисколько не ослабился, а скорее даже усилился по сравнению с прошлым годом. Кто-то стал опытнее из молодых ребят. Кто-то добавился. Прикольные ребятки появились в команде. В общем, ну, точно не стал слабее Нижний Новгород. Скорее всего, даже посильнее стал. Но при этом после первого круга Нижний Новгород занимал место не так далеко от Локомотива. Но вот последние два матча изменили ситуацию. Две победы плюс шесть очков. Это, конечно, очень сильно подняло Нижний Новгород, в том числе и над Локомотивом. Галактионов практически все матчи играет 3-4-3 с девяткой Сулеймановым, человеком, который цепляется за мячи, двумя активными краями. Милсон, Янсане, который в последних матчах очень хорошо раскрывается. Очень большая роль на Калинском Николае, тоже воспитанники Локомотива. В общем, ну, такая вот схема, достаточно сбалансированная. Получается у него, в отличие от вчерашнего мучения Локомотива, где в 3-5-2 из десяти полевых игроков восемь стоят примерно вот в створе центрального круга. Замечательная тактика. Наверняка должна приносить успех. По показателям, давайте расширенные показатели возьмем. Не то, что конкретно забито, а то, что должно было быть забито и пропущено. Вот такая табличка у нас есть. Нижний Новгород на 12-м месте. XG Нижнего Новгорода предпоследний. Очень мало создают, практически меньше, чем Химки. По сравнению даже там с Локомотивом, который на 14-м, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, в десятке по созданным моментам, ну, очень мало. Хуже только торпеда. По моментам, которые допускаются, да, соответственно, Нижний Новгород повыше, чем Локомотив находится, но тоже 26,7 против 27,8, ну, на один гол меньше должны были пропустить. Так что в целом игра Нижнего Новгорода пока не впечатляет. Нету такого, что прям вау. Да, то есть если мы смотрим, не знаю, на какой-нибудь Оренбург, который сегодня разнес Краснодар, то Оренбург по количеству созданных моментов, XG, находится на 4-м месте. Это круто. Это действительно круто. При этом по XGA, ну, Оренбург находится ниже Локомотива, но, ну, что там, на полтора гола, на два гола больше, чем Нижний Новгород пропустили. При этом на 15 больше должны были забить. Так что в этом плане, ну, Галактионов не какой-то мессия, поэтому не знаю, чего ждать в Локомотиве от него. Есть, есть плюсы, 100% есть плюсы. Конечно, Галактионов лучше, чем Федоров, лучше, чем Цинбауэр, лучше, чем Компер. Я в этом практически уверен. Он прошел с самого низа детско-юношеский футбол, с детских команд, причем даже не с Динамо начинал. Начинал там с какого-то Красного Октября или типа того. И потом Динамо, потом Молодежка, потом Юношеская сборная, Молодежная сборная. В общем, понимает, что нужно молодым ребятам. Молодые ребята действительно у него росли, раскрывались, и на Молодежную сборную было удовольствие одно смотреть. Динамовские команды тоже хорошо раскрывались, росли. Так что в этом плане плюс однозначно Галактионова. Очень-очень у меня большие сомнения относительно Галактионова в плане того, как он будет проводить предсезонку, потому что зимние сборы – это очень важная штука, и нужно иметь определенный опыт для того, чтобы проводить зимние сборы. И вот зимние сборы Галактионов проводил один раз с Ахматом. Я вам эту статистику уже показывал, и после этих зимних сборов Галактионов набрал одно очко в четырех матчах, после чего его уволили. То есть сказать о том, что зимние сборы у Галактионова были какими-то хорошими, и после них команда полетела, невозможно. И это был один-единственный его опыт. С Нижним Новгородом его назначили, соответственно, летом. Никаких зимних сборов он не проходил, а зимние сборы у нас будут долгими. Так что, в общем, пока очень большая тревога у меня именно за них и за то, кто будет тренером по физподготовке, потому что чел, который вместе с Галактионов работал в Нижнем, ну, честно говоря, у меня большого доверия не внушает. Это чел, который бывший гимнаст и участвовал в больших гонках на Первом канале, помогал детским командам, ну и его позвали. Насколько это хорошо, не знаю. Но, с другой стороны, вот Нижний Новгород сейчас по физике точно одна из лучших команд чемпионата. Так что, дай бог, чтобы все было и дальше хорошо. Ну, собственно, понятное дело, что моего фаворита вы знали. Я хотел, чтобы команду доверили Мишаткину. Увы, этого не случилось. Мишаткин продолжит работать с молодежной командой. Надеюсь, что Мишаткина никто не перехватит. Наверняка желающие найдутся, когда он наконец-то получит свою лицензию PRO, если уже не получил. Наверняка найдутся люди, которые захотят его, не знаю, в команду FNL позвать, в команду, может быть, даже RPL какую-нибудь, типа того же, тех же Химок Нижнего Новгорода. Почему нет? Но пока Мишаткин с нами, надеюсь, что это продолжится. Посмотрим на Галактионова. Контракт на полтора года не такой большой, как обычно мы ставим тренером. Не на пять лет, не на три года. Так что сейчас полгода посмотрим, потом следующий сезон начнет. Если будет плохо, то разорвем контракт. Если будет хорошо, то продлим, значит. Так, что еще? Давайте я посчитаю Пашу по Галактиону, потому что была еще одна тема, которую хочется обсудить. Это Дмитрий Ульянов. Я сегодня писал про него на Boosty пост. Ну и давайте я включу себе еще матч, а то пропущу самое интересное. Возможно. А возможно и нет. Возможно в этом матче ничего не произойдет до последней секунды. Так, ну что, поздравляю нас с тренером. Теперь, надеюсь, Федотова близко Федорова. Близко команде не подпустят. И, надеюсь, молодых будет чаще к основе подводить. Да, есть и такая надежда у меня на Галактионова, что он не будет ссать, выпускать молодых ребят. Потому что вчера тоже одна из причин, по которой меня жестко бомбило. Это то, что Андрей Федоров два матча подряд выпускает Раканьяца. Но при этом в матче с Спартаком, где мы владеем мячом, где мяч часто заходит в штрафную и гуляет перед штрафной, он стремается выпускать Вадима Ракова. Ну, в чем твоя боязнь? Ну, что может быть хуже, чем вот то, куда ты уже загнал команду? Почему ты боишься выпустить Вадима Ракова? Я не понимаю. И, ну, хотя бы там 20 минут можно было дать. Я бы дал и целый тайм. Да, если бы знать о том, что мы во втором тайме выйдем лучше, да, целый тайм можно дать. Но минута с 60 точно совершенно уже Ракова можно было выпускать. Надеюсь, что у Глоктёна такой боязни нету. Надеюсь, что он действительно будет подводить молодых ребят к основе. Может быть, ему такую задачу дадут, поставят, что типа не бойся, выпускай. Чем больше молодых, тем лучше. Но, опять же, ничего не могу гарантировать по этому поводу. В Нижнем Новгороде не сказать, что много прям вот молодых 18-летних ребят играло. Но, с другой стороны, откуда они у Нижнего Новгорода взялись бы? Состав Динамо. Шунин, Даса, Сазонов, Моричаль, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин, Горулев, Смолов, Нагамалё. Тюкавин, как обычно, на баночке. Ну, вот, может быть, Тюкавина уговорит перейти в Локомотив. И будет у нас нормальный нападающий. Привет, Тим. Ну, все, теперь только работать, работать и еще раз работать. Да, прикольно, конечно, работать, работать и еще раз работать. Только Галактионов уезжает в молодежную сборную России, начиная с послезавтра, если не сегодня. Да, у них с сегодняшнего дня фактически сбор начинается. Хотя странно. Некоторые ребята молодежной сборной сегодня играют. Ну, тем не менее, у них сбор молодежной команды и, как минимум, три дня он продлится. Да еще и, насколько я понимаю, сбор молодежной сборной России предстоит ваяж в Сербию. А, как мы знаем, добираться нынче не так. Просто рейсы с пересадками и... Ну, там, где раньше ты тратишь три часа на перелет, четыре часа на перелет, теперь ты будешь тратить 12-15 часов на перелет, потому что пока до Стамбула доберешься, пока там пересадочка, пока в Сербию. Вот это все. У нас же нету прямых до Сербии. По-моему, нет у нас прямых до Сербии. Так что, как-то так. Не знаю, кто будет тренировать команду в эти дни, потому что Федоров в тренерский штаб не входит, как нам сказал Нагорных. Ну, неужели Олег Пашинин и Ласьков будут сами проводить тренировки или Олег Левин какие-нибудь наработки принесет от Галактионова, не знаю. Хотя Олег Левин же тоже в молодежной сборной задействован. Короче, сложно. Все. Надеюсь, что Галактионов, Пашинин и Ласьков уже связались по мобильной связи и какой-то конспект тренировок предоставят. Слишком позитивная музыка для болельщиков Лока долго слушать нельзя. Согласен, согласен. Надо было что-нибудь грустненькое включить. Хорошо, что 3-4 последних игры смотрю минут по 30 в матче и не трачу время и нервы. Ну, не знаю. Я все равно, конечно, смотрю матчи. Я переживаю за ребят. Вчера у нас была заруба в чате о том, что типа там Тикнезян, мерзкий человек, ужасно поступает. И вопрос вчера был, Серж его задал, типа, что бы ты выбрал? За ярких, интересных, дорогих тебе ребят болеть в ФНЛ или за бездушных роботов в Лиге Чемпионов? Для меня это вообще не вопрос. Потому что, ну, в Лиге Чемпионов полно бездушных роботов, за которых я могу болеть. Но я за них не болею. Мне это неинтересно. А за ребят, которые мне интересны, за которых я душой болею, я за них и в ФНЛ, и в ЮФЛ, и в молодежном первенстве, где нет никакой турнирной мотивации, я за них буду до последнего рубиться и сражаться в комментариях. Так что для меня это прям очень странный вопрос был. Неужели кто-то выбрал бы болеть за бездушных тварей в Лиге Чемпионов, а не за приятных ему ребят, но которые за Лигу Чемпионов не борются? Тоже, если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, я бы хотел послушать. Может быть, я сумасшедший, но мне кажется, это нормально для болельщика. Желать именно хороших людей в своей команде. И если тебе приятно за ними наблюдать, то ты готов им многое прощать. Простыми словами, Самодур, Федоров человек специфичный. Так, начался первый тайм, давайте таймер себе подстроим. Блин, ну... Я не понимаю этого. Я не понимаю, когда люди сами себе усложняют жизнь. Как Цорн, который поставил все на Ценбаура, как Федоров, который решил, вдруг у тебя есть возможность какие-то очки заработать, себе имя какое-то заработать, ты решил оставить Педринью и Исидора в Москве. Ну, как? Как? Ну, что должно быть в голове, чтобы ты ради какого-то своего, не знаю, ну, не эго, но... Каких-то своих убеждений, что все футболисты должны играть в обороне, и сначала оборона, потом уже атака, брать и оставлять, ну, Исидора, реально одного из лучших футболистов Локомотива. Да, может быть в плохой форме, но тем не менее, это все равно Исидор. Это все равно человек, который может забить, может отдать, может пеналити заработать. И ты такой, ну, нет, я, пожалуй, его оставлю в Москве по решению тренерского штаба. Но, блин, я могу понять Педринью, вот реально могу понять Педринью, что человек там не влился в коллектив, там бары его не принимает, и человек реально не дорабатывает в обороне, хотя он играет не нападающим, а крайним, где доработка в обороне важная штука. Ну, тем не менее, ну, зачем, ну, зачем отстранять, ну, оставь его в запасе. У тебя будет момент, когда нужно будет выпустить крайка, который умеет двигать мяч вперед, умеет обводить. И вот вчера мы полтайма играли с Мардишвили на позиции правого нападающего с керком слева, и думали, блин, а где бы нам взять нормального правого крайка? А у нас Педринью в этот момент отстранен от команды. Ну, ну, такая глупость. Сам себе вот стреляет в ногу и оставляет о себе впечатление самодура, человека, с которым, которого болельщики не хотят, я лично, не хочу даже близко видеть в команде. Потому что, ладно, да, ну, мы бы проиграли эти матчи, но Федоров бы сделал все от себя зависящее, чтобы в этих матчах выиграть. А в итоге мы видим, что не только все зависящее не было сделано, еще было сделано несколько вредящих шагов. Не говоря уж о том, что тренер крайне слабый, и максимум, что может, это все назад, поуже, 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 и как-нибудь отобьемся. А потом Макеев в интервью говорит о том, что, ой, ну, знаете, мы не разобрались в первом тайме, кто должен встречать игроков Спартака. Вы должны были это на предматчевой установке только об этом и говорить. Кто у вас встречает Промеса, кто у вас встречает, там, Николсон или Соболева, кто встречает вбегающих Пруцова с крайними защитниками, которые активно подключаются, смещаются с ланга в центр и бьют поворотом. Вы только об этом и должны были говорить, а в итоге они разбирались по ходу матча и только ко второму тайму разобрались. Короче, да, самодур. Интересно, какую схему поставит Галактионов. Ну, Галактионов практически везде и всегда играет 3-4-3, то есть давайте вот мы как раз сейчас посмотрим именно на это. 1.33 очка в Нижнем Новгороде, 21 матч, 2.07 очка в Ю-21, 28 матч. Ну, вот релевантный опыт, давайте смотреть. В Раша Ю-21. Попробовал несколько раз играть 5-4-1, 3-5-2, но в целом играет в два центральных защитника 4-2-3-1, в том числе вот в последних матчах 4-3-3 у него было с Казахстаном, с Белоруссией. Ну, в общем, два центральных защитника используют и считают то, что для сборной России это нормально. Но при этом в Нижнем Новгороде с самого первого матча пошел 3-4-2-1, 3-5-2, но я думаю, что здесь тоже скорее было 3-4-2-1, потому что странно было бы, ну и, в общем, так оно до самого конца и прошло. То есть в Нижнем Новгороде Аполагет схемы с тремя центральными защитниками и таким образом, собственно, играет. Да, вот у него три центральных, Масаэра, Александров, Агапов, два таких чуть более опорничка Маяга, Михайлов, хотя Михайлов он забил в прошлом матче, два крайних защитника Корнюшин, Юлдошев, два человека над ним, Янсане, Кротов. Вот я вижу, что в Миранчуку нет места на поле, но вот вместо Янсане будет Миранчук, вместо Кротова, соответственно, кто-то еще там какой-нибудь центральный, центрально крайний полузащитник условно. Ну, может быть, Керк, может быть, Исидор, кстати, нормально будет себя смотреть. Ну и нападающий девятка, который будет собирать мячи и дальше скидывать их на фланги, либо Кротова. Ну, то есть, как бы, Кротов, ну, такой себе крайний нападающий, но, тем не менее, играет здесь. Поэтому вот, ну, я думаю, что Исидор и Керк вполне могут с этой задачей справиться. Ну, а может быть, кого-нибудь купят, там, какого-нибудь Ежова того же, и это будет совсем для него идеальная позиция. Ну, а вот с ЦСКА как играли, тоже примерно то же самое, вообще две зеркальных схемы, 3-4-3, 3-4-3. Здесь был Милсон Кротов, не Янсане Милсон, а Милсон Кротов. Ну, короче, вот как-то так у них располагаются футболисты. Ну, довольно, довольно, мне кажется, интересно для Локомотива, опять же, с перебором наших центральных защитников, играть в 3 ЦЗ более разумно, чем играть в 2 ЦЗ, но только если вы понимаете, как должна вообще строиться схема, как должно строиться выход из обороны в атаку, потому что, ну, просто поставить 3-5-2 и шарашить вперед на Камано верхом, ну, идея странноватая была. Вот, можно посмотреть, как мы играли против Испании, 4-1-4-1. Не боялись, не боялись играть против испанцев, обыграли их, было очень много моментов. И вот здесь была четверка защитников, Сильянов, Степанов по краям. Там был один опорник, ярко выраженный Мухин, над ним четверка полузащитников, Севикян Хлусевич по краям и быстрый нападающий Агаларов, которого затем сменил Кость Тюкавин и забил гол. Да, Кость Тюкавин на 58-й минуте сменил Агаларова и забил единственный гол в матче. Здесь уже нету ярко выраженной девятки, хотя Сулейманов вышел, но он уже вышел... А, нет, он вышел на 46-й минуте цепляться за мячи. Окей. Значит, в какой-то момент вообще играли с двумя нападающими со второго тайма, значит, схема каким-то образом перестроилась на 4-4-2 или что-то в этом роде. Что случилось с Оренбургом? Еще вчера проигрывали 0-8 и 1-5. Ну, это Оренбург, это Оренбург, команда, которая может много забить, создает моменты, но точно так же, если тебе противостоит команда сильная и обученная, может взять и обыграть. Я об этом говорил в контексте, по-моему, их матча с ЦСКА, и мне казалось то, что ЦСКА должен разобрать просто по косточкам. Просто банально, вот твои футболисты сильнее, чем футболисты Оренбурга, и у тебя есть хоть какая-то схема, то ты Оренбург разбираешь по косточкам, но при этом с равными соперниками Оренбург играет очень здорово. Но вот с Краснодаром оказалось то, что Оренбург и Краснодар переезжает. Довольно прикольно. Ну, Марцел Личко поставил красивый футбол. 8-0, 5-1, 4-1 от Спартака, от 4-2 открыли в Сайтов Самары. То есть команды, которые предлагают Оренбургу такой же футбол, как сам Оренбург играет, быстрый, контрпрессингующий, на быстрых атаках, но при этом имеет лучших исполнителей. Вот и Оренбург очень сильно проигрывал, что Крыльям Советов, что Спартаку, что Локомотиву, тогда еще Компера, который ставил агрессивный футбол. Вот, и Зенит, соответственно, туда же. Но потом случились ничьи с ЦСКА и с Динамо, и я уже немножечко засомневался в том, что, ну, возможно, где-то здесь прошел водораздел, и здесь уже они начали что-то противопоставлять. Но при этом 2-0 Химкам и 5-1 с Краснодаром, ну, объяснить это невозможно. Сегодня Химки играли, и, ну, это такой балаган, это, это катастрофа, то, как играли Химки сегодня в обороне, в атаке, ну, типичный Гогнев. Как они проиграли 2-0 Химкам, невозможно вообще понять. Но зато вот 5-1 Краснодара улетели, я не смотрел этот матч. По Краснодару у меня много скепсиса. Плохой состав, так себе тренер. Таким должен был быть Локомотив в этом сезоне, как Краснодар. С плохим составом, ну, с таким средним составом и плохим тренером. Вот должны были где-то идти в семерки-восьмерки. Чуть-чуть больше бы везло, и были бы. Захарян внутри штрафной, кстати. Даже навесик получился в итоге над Гамалё, но играть по таким навесам очень тяжело. Очень интересная перспектива по приходу крутых молодых. Те же ежов с Пеняевым, возможно, теперь или тоже в мясо по древней самарской традиции. Ну, точно, совершенно они возможны. Вопрос, ежов нужен ли? Ежов не молодой. Ежов — это футболист, которому 25 лет. Я не знаю, насколько вы считаете футболистов в возрасте 25 лет молодыми, но я уже не считаю их таковыми. И приход ежова возможен. И да, естественно, это бывший чертановец. Соответственно, все, где торчат чертановские уши, может оказаться в Локомотиве. Смотрите еще, давайте тогда эту тему тоже проговорю. Вчера появился слух, в который я очень быстро и сходу поверил. То есть я, ну, это укладывается в мою картину мира, что Дмитрий Ульянов может стать генеральным директором Локомотива. Мне не очень верится именно в приставку ген генеральный, потому что Ульянов — это абсолютно спортивный человек. Это бывший тренер, это селекционер, это человек, который может работать спортивным директором, выстраивать какую-то спортивную часть, но не перекладывать бумажки, не назначать людей, не вести бухгалтерию, не думать над матчдэем и там над пиаром, над какими-то такими вещами. Ну, просто потому что, ну, это не его. Он спортсмен, он футболист, точно так же, как это и не Леонченко. Да, но Леонченко хотя бы работал в профсоюзе футболистов и какую-то организаторскую деятельность вел. Вот, а Ульянов имеет опыт работы генеральным директором в течение двух месяцев в Химках, что было при этом очень еще и вынужденная мера. Если почитать интервью Терешкова того времени, он прямо говорит о том, что да, Ульянов — это временная кандидатура, просто потому что нам, у нас должен был быть человек, который подписывает документы, и по уставу там это генеральный директор, мы решили никого не нанимать и отдать это на откуп Ульянову. Но одно дело генеральный директор в Химках, где, ну, плевать на самом деле на то, сколько болельщиков придет, на матчдэй, на какие-то сопутствующие вещи, да, там не нужно базу перестраивать, не нужно думать, что там по академии. Другое дело генеральный директор в Локомотиве, где нужен прям хороший управленец, который соберет хорошую команду и заставит их работать как единый механизм. Как это делал... Ой-ой-ой, Федор Смолов из офсайда не забил. Как это делал Геркус в свое время. Геркус не семи пядей во лбу в каких-то спортивных делах, но он собрал крутую команду, и эта команда работала, 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 пока сверху не начали приходить ценные указания по поводу того, кого нужно назначать. Вот. Я не очень верю, я не очень верю в Дмитрия Ульянова именно как генерального директора, но нужно понимать, что если есть такая директива, как не назначать Дмитрия Леонидовича Поляцкина на должность там какого-нибудь спортивного директора, или в принципе человека, который отвечает за спортивный блок, то, ну, из-за уголовного дела и всего такого, то примерно то же самое было уже у Поляцкина с Ульяновым в Химках. То есть Поляцкин был неким теневым спортивным директором Химок, консультантом, человеком, с которым Ульянов очень много советовался и очень много решений принимал. То есть они уже в такой связке работали. И я готов поверить, что, ну, если Белозеров сказал нет на кандидатуру Поляцкина, или там служба безопасности сказала нет, что они решили, ну, давай тогда поставим Ульянова, но они будут работать как бы вместе, и Поляцкин будет помогать всему этому делу. Очень верю в это и в целом думаю, что оно так и произойдет. Про кандидатуру Ульянова тоже писал несколько вещей на Boosty. Могу сказать, что знаком с этим человеком и лично знаком, и за работой его следил довольно активно, потому что он работал в Локомотиве. У него было три года в Академии Локомотива, когда он работал тренером-селекционером. Потом он работал в молодежных сборнах. Я за молодежными сборными активно слежу и всех тренеров знаю. Причем он работал на моих любимых возрастах. Он работал с 95-м годом и с 2000-м годом. В 95-м году были Мирончуки, Корян и вообще один из лучших годов в Академии Локомотива. А в 2000-м году был Леша Миронов, Влад Карапузов, ну, еще там пару ребят, за которыми тоже следил. Гюржан и еще кто-то, не помню. Собственно, брал у него интервью. Человек вообще довольно открытый, общительный, веселый. И увлеченный футболом 100%. Я бы не сильно заморачивался на то, что он был в Химках вот в эти последние полгоды, когда Химки стали представлять из себя клоунскую команду. Я бы вспомнил о том, что Ульянов вообще-то приходил в Химки в 2018-м году, когда Химки были на дне ФНЛа, занимали 13-е место. После этого, через год, Химки заняли 8-е место, уже с Ульяновым. Через год они вышли напрямую со второго места в РПЛ. Через год они стали 8-ми в РПЛ. Это лучшее место Химок за всю их историю. И рекорд по набранным очкам. Они там 45 очков набрали. До этого рекорд был что-то порядка 35-ти или что-то в этом роде. С Муслиным, еще тогда с Муслиным. Так что, ну, в целом, работа-то была проведена хорошая. И я неоднократно вам на стримах тоже говорил о том, что мне нравятся новички, которых покупают Химки. Дагерстала, например, я бы даже в Локомотиве с удовольствием видел. Мне очень нравился Дагерстал, но, как и любой порядочный швед, уехал из России с началом военной операции. Вот. Ну, были еще, например, игрок-капитан славянской молодежки. И был Дидиелом Кельзе, если помните, такого очень крутой игрок. И, опять же, очень круто, что удалось затащить его в такой клуб, как Химки. Но специальная военная операция все Химком поломала. И они утратили свои главные силы, с которыми они, в общем-то, хорошо играли. В общем... А, ну и, наверное, главная вещь, да, которую тоже нужно упомянуть, о том, что, ну, вообще, Ульяновы — это Локомотивская династия. Она началась с Николая Михайловича Ульянова, который отработал в Академии Локомотива около, там, 20 лет, 18, по-моему, лет. Сейчас уже, так, на пенсии, консультирует, но не работает ни с какими командами. Но работал очень долго, в том числе с Стасом Макеевым. Выигрывал первенство России, с, там, Рифатом, с Баррой работал в команде 96-го года. В общем, много, много ребят вышло из-под его тренерского пера. Сам, соответственно, Дмитрий Ульянов заканчивал школу Торпедо, потому что, когда он учился в футболу, Ульянов в Локомотиве... А, Ульянов еще и воспитанник Локомотива Николай Михайлович. То есть он воспитанник Локомотива, играл за Локомотив, тренировал взрослую команду Локомотива в советские времена, помощником тренера был, и в Академии 20 лет проработал. То есть это такая легенда Локомотива. Если вы ничего о нем не знаете, то найдите интервью, почитайте, много интересного узнаете. Но, соответственно, он Локомотив покидал, и вот в этот промежуток работал в Торпедо и ЦСКА. Поэтому его сын Ульянов, воспитанник школы Торпедо, за Локомотив никогда не играл, но проработал несколько лет в Академии Локомотива. И дети, уже непосредственно дети Ульянова, они сначала играли за Локомотив, а затем работали в Локомотиве тренерами. В общем, сейчас они уже ушли. Сейчас старший, по-моему, работает в Росиче, очень неплохо, кстати, работает. Младший был в Химках при отце, но где он сейчас, не знаю. В этом плане, мне кажется, что такие люди в целом вряд ли будут во вред Локомотиву работать. От того же батя по голове получат, если будет делать какую-нибудь откровенную хрень. Это вот то, что я хотел сказать про Дмитрия Ульянова. Я не уверен, что я прям сильно рад этому. Вот, например, приходу Николая Ларина каким-нибудь чудодейственным образом. Я был бы рад, мне было бы очень интересно на это посмотреть. Приходу Ульянова это просто, ну окей, это то, от чего я не буду бомбить. Но пока не могу воспринимать это с каким-то вот прям радостью. Опять же, совершенно не вижу его генеральным директором. Так что в этом плане есть вопросы. Но какую-то спортивную часть эти люди, Поляцкин, Ульянов, они наладить могут, наверное. Ну и, соответственно, переманивать вот всяких вот Ежовых, Пеняевых, там Артема Соколова, еще каких-нибудь ребят. Это уже Горшкова на левый край, что давно можно было бы уже сделать. Это вот самое то. Возможно, вернем кого-то из Нижнего, пишет Флопфломастер. Честно говоря, из Нижнего Новгорода, ну мне не так много народу-то нужно. Ну в Нижнем Новгороде можно взять Тимура Сулейманова, если нету приличной кандидатуры из-за рубежа. Либо, если вы не можете взять Сочевого, вот там тоже внизу был вопрос про Сочевого. На мой вкус, да, меня часто спрашивают про лучших бомбардиров чемпионата. На мой вкус Сочевой хороший игрок. То есть вот то, что я видел, вот помните, да, я в прошлом году про Агаларова постоянно высказывался крайне скептично. Что, ну, я не хочу Агаларова в локомотив, я не вижу его в локомотиве, я не вижу, чтобы он приносил пользу локомотиву. И вот мы видим, что Агаларов, который перешел из Уфы, которая играет строго на него и пропускает, вылетает, но зато набила стату Агаларову в надежде на то, чтобы продать его задорого. Вот мы видим, что в нормальной команде Агаларов не нужен, потому что он очень мало работает на поле. И когда команда не играет на него, он не очень много забивает. Вот, такие форварды не нужны. Сочевой, вот по моему личному мнению, как вот я посмотрел несколько матчей Оренбурга, в том числе матчи против нас, в том числе и другие матчи. Сочевой, во-первых, умный футболист, как ни странно, неожиданно от игрока, который только-только появился в российской премьер-лиге. Во-вторых, он очень техничный и работоспособный футболист. Для меня Сочевой это альтернатива Соболеву не сильно хуже, а может быть и вообще не хуже, чем сам Соболев. Только при этом не мерзкий. Наоборот, Сочевой вызывает большую приязнь. Он вполне себе такой добродушный чувак, который может порофлить, может пиццу поесть, может какую-нибудь шутку отмочить. И при этом нету какой-то подлости и мерзости, которая от Соболева сквозит в каждом его движении. Так что я бы очень хотел, чтобы Локомотив попробовал взять Сочевого в это трансферное окно. И я уверен, что Локомотиву такой футболист очень сильно поможет. Особенно в галактионовской модели игры, где такой футболист нужен, потому что Сочевой все-таки посильнее, чем Сулейманов. Но если нет возможности, ну давайте Сулейманова хотя бы вернем, потому что смотреть на потуги Раканьяца цепляться за мячи невозможно. Совмещение со сборной вообще не проблема, играть в сборной все равно долго не будет. Почти не проблема, кубок важно ведь. Сборы-то все равно идут, и поэтому на каждый сбор он все равно будет уезжать. Но я согласен, что это не проблема, потому что сбор проходит в течение недели. В этот момент команда тренируется по заготовленному плану. И по идее, да, не должно быть у галактионов каких-то прям постоянных мыслей о молодежной команде, которые бы мешали работе в локомотиве. Для меня, да, для меня это не проблема. И я думаю, что действительно, ну, локомотив, РЖД, они скорее даже за то, чтобы галактионов оставался в молодежной сборной. Потому что это действительно небольшой такой плюсик в плане того, если мы хотим играть молодыми россиянами, это небольшой плюсик в плане того, что галактионов может просмотреть этих игроков в деле, поработать с ними и понять, нужны ли они ему в локомотиве. Ну, согласитесь, это очень неплохо, потому что, ну, часто бывает такое, что ты берешь молодого футболиста, а он вообще не тянет твои требования. Такое нередко было, и, ну, даже банально, там, не знаю, Берковский и Никитин, они до сих пор у нас на контракте. Мы их взяли вслепую, и они не потянули требования тренерского штаба, после чего моментально уехали. Здесь такого уже не должно быть. Молодежка даже может быть плюсом в плане переговоров. Другой вопрос, принципиально важно не вылететь сейчас. Ну, это само собой, конечно, не вылететь, это главная задача. Ну, я думаю, что все-таки локомотив сильнее, чем Химки и Торпеда. То есть, как минимум, да, стыки будут обеспечены. Не верю я в набор очков ни Торпеды, ни Химками. Ну, Торпеды еще может куда-нибудь, какие-нибудь, какую-нибудь дзюбу взять и чуть больше очков заработать, но в целом все равно не верю я в Торпеды. Химки тем более не верю, потому что, скорее всего, там никаких изменений не произойдет, а руководство там сошло с ума. Мысли за текущий календарный год у нас лишь два матча, в которых не временный тренер, не сменщик. Ну, почему? У нас же был Цинбаур, не временным тренером, который проиграл свои матчи. Один выиграл, несколько проиграл, и это тоже был не сменщик. Это тоже считалось, что вот сейчас у него все получится, и он навсегда. Да, Цорна бы не пошел в отставку, Цинбаур бы провел межсезонье, Фадлу Дэвидса ему наняли, то есть это не было заранее известно, что это временный тренер. Так что... Так что да. В какой футбол играет Галла и какая схема? Ну, мы это разобрали. Старается Галактионов играть в интенсивный футбол, в атакующий футбол, в футбол, который больше на чужой половине поля, а не на своей. Получается с большим-большим, конечно, трудом, потому что... Ну, у него команда Нижний Новгород. Посмотрим, как это будет с Локомотивом. Вчера вот мы увидели тайм, до этого мы увидели два тайма с ЦСКА о том, что Локомотив в футбол играть умеет. Не надо только ему запрещать это делать. На зимних сборах у нас всегда Пашинин божил, а он в штабе. Есть надежда, хотя тренер по физике будет из Нижнего. Ни одна осень Локомотива не была хорошей в плане физики, кроме осени 2017-2018. Наверное, Пашинин тогда был, но, как мне кажется, ключевым все-таки было сборы в Австрии, которые мы посреди сезона решили провести, на которые Геркус неожиданно выделил деньги. Все остальное дальше там с Пашининым... Ой-ой-ой, Чалов! Ой, выбивает мяч из-под ноги у Чалова. Все остальное мы по осени, что с Палычем, что с Николичем, что вот сейчас... Ну, просто кошмарно играем. Физики никакой нет. Хотя, опять же, ну вот как мне кажется, что... Помните, я говорил о том, что с Динамо мы вообще не бежали, просто как сонные мухи были. И, возможно, немножечко перегрузили команду, чтобы она чувствовала себя получше в оставшихся матчах. Но в матче с Уралом и в матче со Спартаком-то мы это увидели, что... Да, физухи, конечно, прям сильно не хватает, но тем не менее... Ну, мы играли бодрячком, что с Уралом, что с Спартаком. А это команды, которые хорошо физически готовы, и у них-то проблем таких нет. Так что, в принципе, это сработало, перегруз игроков. Так что, ну, дай бог, может быть, Пашинин знает, как готовить команду, конспекты есть. Может быть, какой-нибудь Алексеев вернется, который тоже уже много работал с этим. Захарян выбил мяч и потом шипами на руку Обликову наступил. Конечно, абсолютно случайно приземлялся, и там осталась нога Обликова. Но я думаю, что Обликову вообще не легче от этого, потому что... Представьте себе, да, Буца, 70 килограмм Захаряна приземляются на ладонь шипами. Там перелом очень может быть. Возможно, на следующий тайм Обликов с Лангеткой выйдет. Много угловых, но пока все как-то в шунина летит. Хуже Раканьяца никто на трибунах не сыграл бы, а тут целый Раков. Ну, в первом тайме у Локомотива не было игры, поэтому я в первом тайме и Ракова-то не хотел. Раканьяца тем более, ну, как бы, в принципе, не хочется видеть на поле, но Раков бы там тоже не сделал. Вот во втором тайме мы начали играть в футбол. Мы выпустили Исидора, Керка, начали держать мяч, у нас появились края, стали растягивать Спартак. Как-то это все пошло-поехало. Но, соответственно, в первом тайме вряд ли Раков бы чем-то помог. А вот во втором уже не было Раканьяца, и можно было бы на полчаса Ракова выпустить. Точно совершенно не испортил бы обедни, выйдя вместо Мрадишвили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.